здравствуйте дорогие друзья приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию одеронда я есть то что я есть 21 12 читает лора твое намерение быть на этой планете это проделывание душевной работы жить в высших вибрациях радости в которых ты только можешь жить высших вибрациях чистоты какие для тебя только возможны когда же у тебя старые программы старый статус старая которая обращается к тебе и говорит я не могу того я не могу этого я недостаточно хорош я недостаточно умен я недостаточно высок я недостаточно умел я недостаточно толстый я недостаточно не 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 это не так сделай глубокий вдох живот ты являешься собою ты есть великий я есть ты есть я есть присутствие много учителей скажет тебе что существует множество картин присутствие я есть или некоторые прекрасные изображения показывающие внешнюю сторону твоего тела это старые вибрации ты являешься я есть присутствие мы говорили ранее о горе синай и о том как говорила ангельское существо они восприняли его как огонь и они услышали слова или возможно почувствовали слова я есть то что я есть это наша информация мы знаем что ангельское существо говорила вот что я есть то что я есть я есть то что я есть я есть то что я есть и где-то по пути ты просто не захочешь быть разделенным ты не осознанно а потом с лучшим осознанием стремишься к целостности пока цель души не достигнута ты в пути ладно останови это ты не разделен ты собираешь свои фрагменты в единство знаешь все что отделяет тебя от источника это лишь ты просто пора остановить это видишь ли это вибрация источника бога которая двигается через твое тело является периодом ясности который и есть то что ты делаешь да многие люди спрашивают каково мое предназначение твое предназначение это просто проживать в радости одеронда маленькое дополнение дорогие друзья понятно почему одних радует какая-то информация других возмущает дело в том что мы все находимся на разных уровнях сознания и здесь ни один догоняет другого это совсем другая игра здесь скорее сам каждый идет по своим выбором по своим по своим способностям по своим возможностям которые опять же возможно изменить вот прямо сейчас на этом ровном месте изменить то что вам уже не нравится бесполезное занятие кого-то обвинять от кого-то что-то требовать это просто возмущение которое не дает ничего лично вам и которая тем более не дает ничего другому наоборот любое возмущение повергает человека в низкие частоты и его ситуация ухудшится в 10 раз поэтому когда вы жалуетесь на что-либо на кого-либо даже может быть возможно на свою судьбу или вообще на то что вы здесь или возможно кто-то вас очень обидел так сейчас всех обижают время такое ну вот всех обижает поверьте земля это не то место где тебе говорят ну хочешь подумай еще тысячу лет нет здесь другие правила игры здесь вот здесь и сейчас я изменяю все что я сейчас могу изменить как да просто хотя бы через собственное намерение да я желаю жить в свете да я желаю изменить качество своей жизни вот с этого что-то начинает сдвигаться а пока человек находится в возмущении пока он что-то требует от других вынь и положь ты мне должен наоборот ситуация будет только ухудшаться вот я даже не знаю какими еще словами говорить чтобы быть услышанной вы думаете у меня лично не было опыта когда я одно и то же делала и было все хуже и хуже и хуже было все было просто я этот путь прошла и каждый будет проходить свои испытания если вы действительно хотите поднять качество своей жизни так вы ведь и от многого должны отказаться в том числе от возмущения требования в чем я соглашусь с каждым буквально что ну трудно действительно трудно преодолеть самого себя и легче кого-то обвинить так вот это трудно и дает вам изменение качества жизни когда вы справляетесь со всеми напряжениями когда вы преодолеваете когда вы перестаете выживать а когда вы выбираете служение другим ведь по сути-то избавиться от своего эго можно только развернуться полностью в сторону общего то есть целого то есть для всех и без возмущений вот в чем тут загвоздка да трудно но ты преодолеваешь и даже находишься в определенной степени радости гордости за себя что ты это делаешь что ты можешь это делать и вот так мы приходим к могуществу и еще в комментариях спрашивается о том что делать с высоким давлением но давайте его рассмотрим что такое высокое давление это перенапряжение это когда чересчур поэтому что низкое давление что высокое давление это дисбалансы и пора выходить на нейтральную энергию вот и выходите на связь с высшими силами на связь со своей душой на связь со своим высшим я и просите силы света вот точно так же как вы от низкого избавлялись давления точно так же вы освобождаетесь и от высокого давления то есть выравнивайте себя по божественной оси есть у прядианцев а это целители врачеватели поэтому есть у них такая камера для выравнивания по божественной оси применяйте хоть каждый день до тех пор пока у вас выравняется ваше давление когда вас перестанет мучить ваша отдышка когда перестанете издеваться над своим сердцем и когда придете к балансу ну потом можете не делать эту камеру знаете если у вас протекает кран дома то пока вы не если у вас протекает дома кран то пока вы не отремонтируйте пока вы не вызовете сантехника или не сделайте это сами будет проблема с водой будет течь вода так же и здесь пока вы не выравните ситуацию пока вы не придете к жизни в балансе будет или низкое давление или высокое или будет скакать то низкое то высокое когда вы мечетесь между полярностями не надо обвинять себя что вот я какой то не такой наоборот надо признать свою божественную природу и вот вместе с ней исправлять ту ситуацию в которой вы сейчас находитесь и уже с 2012 года идет постоянная поддержка на каждом шагу в любом начинании вашем в любом завершении и все объясняется и все говорится но ведь если вы мало устремлены познать это то как оно к вам придет сорока на хвосте принесет поэтому да развивайте свою ментальность да признавайте свою божественную природу и из могущества действуйте а не из слабости из слабости мы уже блуждали в трех соснах но пора ж когда то выходить из них и информация идет для всех общая поэтому одним хочется более масштабной более развернутой информации а другие не могут воспринять и даже процент ее и еще вы вошли в квантовый мир поэтому даты конечно играют какую-то роль как то еще на нас влиять но по сути то вы вошли в мир без времени поэтому вся информация с 2012 года актуальна и даже немножко раньше с 1999 года она вся свежая она вся идет на пользу в любом состоянии на любом уровне одним напоминание а другим шаги 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 но хочется пожелать всем несмотря ни на что как бы ни было трудно идите вперед за счет ну Продолжение следует...